ребята всем привет ну вот история с моим газончиком такая значит застучал у меня двигатель движочек здесь стоит d240 обычный простой не турбированный атмосферник вот короче 5 6 год он у меня в эксплуатации за это время я только делал головку полностью мне все там капиталили отвозил ребятам плоско снимали на микротрещины проверяли потом меняли направляйки клапана новые помню как сейчас голову забивали не магнитные долго я искал выпускные чтобы не магнитились но нашел потом чё еще седла не меняли ну полностью они и откапиталили и короче я ее поставил почему я капиталил потому что на первом году когда купили газон выбило прокладку месяц через три вот и я сразу головку от капиталил по поршневой по выработкам честно говорю на тот момент пробовал ну там вообще очень мало было значит это выработки и я даже поршня не вскрывал заводится он четко он и до последнего момент момента заводился очень хорошо ну вот короче начало падать давление пошел жесткий прям пошел стук я его заглушил но и по видосу вот парень меня притащил вот короче такие дела чутка я сейчас помыл тут чтобы сильно мазуте не ковыряться буду сейчас начинать приступать потихоньку разбирать вот разбирать я буду его полностью снимать ему облицовку я менять буду кабину тоже менять буду потому что где водительская сторона она вообще вся сгнила и провалилась короче он у меня в общем на ту сторону как уклон так где пол там жестко провалилась я смотрел варить ее не буду потому что она вся гнилая вот нашел и кабину мне ребята подогнали пока вроде как замагородить надо дать пару рублей точно кабина как бы без гнили без ржави только цветом другая придется перекрасить ну и вот и соответственно сначала облицовку все провода все в кабине все беру кабину сниму а потом буду уже вынимать мотор и коробку снимать короче там на коробке сальники надо менять стоит коробка здесь пятиступка зиловская вот ставил двигатель не я я покупал с таким двигателем один раз я на нем сцепление вот менял зимой на первом году эксплуатации значит прокладку бошку делали потом летом у меня сцепление срезала сцепление диск я коробку снимал но это ребят просто трэш короче с этой коробкой потому что стоит здесь значит вот этот кожух сцепление от мтз короче вот как то они там сделали я уже точно не помню в общем это всю эту херню короче не сделали тут пол белорусского промежутка я так понимаю вот я снял коробку потом опускал значит двигатель не с двигателем не нужно было его опустить и это чтобы снять этот промежуток потом вынуть сцепление разобрать короче геморрой здесь не стоит бычковский кожух короче не бычковская здесь плита они ну наверное делали из того что было на тот момент но я также поменял потому что кожух и маховик бычковский дорогой короче там где-то в районе 25 рублей короче выходила только один кожух этот колокол кожух именно взяла бычка до плюс маховик там тоже бабок они просили но я не стал покупать я собрал просто как есть но и так ездим вот гур зиловские сам ставил насос зиловский тоже поставил через такую короче приблуду переходную эту делу вот еще вот смотрите какая херня в радиаторе такая вот короче там масло по ходу эту прокладку тоже что ли выбило я так понимаю сейчас я открутил радиатор к этот кранчик иначе сливать не идет ничего открутил эту пробку воздух сошел сначала и вот я охренел сколько там вот это дичь вот такие в общем дела вот такой вот видосик буду разбирать перебирать все это засниму дт-шка короче тоже планировалось вообще планировалось у меня значит ремонт кареток но пока отставить надо бочку сделать по стартеру тоже ребят не подходил тут на подработках на основной работе на пожарке короче некогда было вот сегодня только первый день у меня типа выходного такого вот я еще не втягивающими там подписчик по моему говорил разбери втягивающий пятачок прилип вот и надо либо она понимаю она не разборная это втягивающие потому что вижу а может быть разборную ну посмотрим я тоже слеганца движочек ополоскнул ему в пыли в грязи был еще с пахоты короче вот мустанг стоит свою же ждет свое время кареточки обязательно мы починим обязательно починим будет все классно короче но такой видосик буду в процессе конечно снимать свою короче вот такую вот тему как я с ним борюсь как я с ним короче ремонтируюсь и так далее и тому подобное такие вот дела мужики так что так что так ладно ребят всем короче желаю всего хорошего и главное не болейте и так мужики ну короче занимайся своим тут газончиком да вот только радиатор снял облицовку снял одну тяжеловато но снял вот остается не подкрылки вот эти снять крылья подкрылки еще здесь тщательно все промыть не то что тщательно промыть так чтобы откручивать все и не мазать прям сильно мазута не улазить вот с радиатора короче с блока такая хрень вышла масло значит погнала но вот такой короче видосик такой вот газончик у меня будет скоро растрепан да у нас тут погодка меняется от тучи тучка сильная заходит сейчас на дожди клеванет на сегодня хватит буду собирать инструмент а завтра потихоньку помаленьку буду продолжать меня вот то что насчет кабины говорю ну вот это еще сторона можно было приварить вот она тут нормально то есть на крепление тут она еще здесь нормальная короче содержится вот левая сторона водительская она конечно тут она не видно колесо ну короче сгнила тут вообще все крепление под этот под этот стакан или как называть под подошку она опустилась вот почти как до колеса даже было колесом цеплял небольшой ямки все она на бал и она болтается короче кабину я не знаю может быть кстати оставлю не знаю советские они кабины посмотрю и счету сказали на хорошие вот ну поеду посмотрю может быть и реально хороший не заморачиваться тогда да и поменяю вот моторный по-любому вынимать как бы до перебирать в любом случае а так как там блин стоит горитых херня сзади белорусовская пол промежутка этого то есть и извращаться из вынимать коробку там сбивать и тогда так намучился когда сцепление менял говорю пальцы по сбивал все же неудобно там это подгоняли они я не знаю как в общем не долго с ним провозился мне проще говорю вот эти все проводочки по убрать подвязать их кабину с ребятами мы поднимем с ними потом вот пожалуйста откручивай закручивай короче так такие вот дела ладно мужики будут в процессе потихоньку все снимать как разбираю да и показывать вам вот такой вот у меня сегодня денечек ремонтный кстати немножечко расскажу вам об опельке вот у меня вектора до боя пилек универсал видео есть как я там головку делал у меня на днях развалился ребята шрус я так думал при разборке у меня срезала полуоси короче не полоси шлицы на этой полуоси вот ехать на работу нужно ехать не с кем заказал я короче в магазине хотел заказать вал вот этот новый на нем шлицы содрала у меня короче да слезала их вот вала нового как бы в россии нет мы именно магазине чисто на складе на складе мне ответили что такого нет вот я начал по разборкам звонить короче но это уже на следующий день а это было где-то часа два ночи вот я пацанам там снимал короче в отцепи мы с подписчиками общаемся как и с ним удохался в итоге здесь лопнутый сепаратор был внутри где шарики до гуляют здесь на валу нет еще этих шлицов ну вот короче мне в голову что взбрело я взял короче вот отпилил здесь вот так вот кантик этом в этом шрузе помыл там все и от шестерки где стоит подвесной подшипник вот это крестовинка я короче и и отрезал вставил в шрус обварил здесь обварил даже так и бы как как бы да ну ну обварил короче как смог да вот тут еще маслице не попадала раковин это все херня но обварил а эта часть она на шлицы на кардане на шестерочном садится да вот я просто тупо сюда вставил обварил даже приварил кривовато собрал короче да и это вставил в коробку в колесо короче собрал проехал здесь у себя дома ну метров 10 проверил это все работает да вот и на работу потихонечку ехал я думал будет жесткая вибрация потому что что все криво как бы думаю нет балансировано вообще вот это все как бы по-любому вибри вибрации будет но я короче до работы поехал 80 километров я ехал разогнался то есть до 80 вообще даже руль не трясет я вообще просто идеально говорю ехала машина единственное что когда на кочках вот прыгает машина да в шрузе то есть свободный ход в этом и в этом то есть короче а я намертво заварил здесь никакого свободного хода а вот этого мало было на большой кочке один раз как бы дух ударчик был ну потом я вот я проехал короче на этой херне что я сделал я вам отвечаю ребята проехал 210 километров то есть пока я нашел вал со шрузами мне в сборе продали приехал домой разобрал вынул вот эту конструкцию начал вставлять а у меня в шрузе который с тем валом с разборки шлицы короче не подходит в кпп в итоге я заказал новый шруз вот этот посчитал здесь количество шлицов да вот заказал если новый шруз ждал этот шруз два дня получается она на работу ездил да по делам по своим короче 210 километра я на вот это порнухи проехал ну слава богу ничего у меня короче там это в коробке не произошло ничего не разбила сальник не потек но думал просто будет трусить вот это все по-любому не ровно все по-любому это там как бы глазом не заметишь наверное вот ну руль колеса ничего не трусила вот я больше 80 я как бы особо не разгонялся попробовал чуть на трассе ну не стал но такая короче конструкция ребят а сегодня я приехал по и съездил же до города здесь 31 километра 32 в магазин где шрус пришел забрал новый шрус приехал домой вот разобрал перебрал и поставил все как и должно было быть а это конструкцию не знаю может на какую-нибудь самоделку пойдет какой-нибудь там карданчик ну не знаю может просто валяться будет про запас так что такое такой вот видосик ребят ладно всем удачи мужики всего хорошего до свидания